Если бы не был у меня длинный, я бы до неё не достал. Вау! В полёте! Продолжаем захватывать Elden Ring за самурая. На связи с Чандр, и мы отправляемся в отвратительные катакомбы. Так, на жопный фонарик. Легчайшее прохождение за самый лёгкий, самый простой, самый убийственный класс в игре. Конечно же, за самурая. Просто берём, втыкаем в спину ножик, и сразу становится всем больно. Как мы раньше, если честно, играли без крит ударов? Не, ну на ножах у нас был крит. Ножи-то такое. А здесь... Нас бьют, а нам пофигу. Так, если мне не изменяет память, то если попасть вот туда, вот туда. То мы сможем сразу же... Эх! Ударился. Ну ладно, тогда придётся туда добегать. Вон, кстати, босс там будет. Так, летающие обезьяны. Не здесь. Мы поднимаемся чуть выше. Как раз, плюс-минус этот уровень. На всякий случай, жахнем, если вдруг есть ловушки. Там эти ребята нам неинтересны. А они, правда, неинтересны. Ничего хорошего не надо сказать. Как бы нам... Может, отсюда попробовать? Вот так? По диагонали? А, можно и так, да. Хитро. Вот это порося! Вот это вот, конечно, некрасиво. Вроде бы обезьяна летающая, да? На деле поросёнок получился. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ничего. Попытка номер следующая. Крутюсь. Хорошо. Неохота искать, где там пройти-тики или ещё что-то. Всё. Мы взяли, отварили дверь. Всё, она, видите, открывается прямо перед нами. Такое, кстати, редко увидишь, когда действительно перед тобой открывается дверь. Так. Кто у нас здесь? Кто противник? Бастард Лионель и... Портюмер Триша. Ой. Согрелся, да? Раз удар. Два удар. Три удар. Четыре бесконечные просто, видите? Вы посмотрите, что творят. Вы видели бесконечные щиты? А потому что пока летает в воздухе вот эта вся пыль, у них действительно щиты бесконечные. Опасные ребята. На самом деле Тришка, она прикольная. За счёт того, что выдаёт щит. Но чаще всего она долго не живёт. Но она может отвлечь на себя внимание и в целом может накинуть вот этот щит, который и на нас работает в том числе. Это полезно. Это хороший дух. Вот она, пещера мудреца. Мы, ребят, не зря мудрость качали, хочу вам сказать. Вы думаете, зря? Там кто-то писал про респект, там ещё что-то. Не-не-не-не-не. Мы не зря качали. Не зря-не зря. Пригодится нам эта мудрость. Сейчас мы мудро преодолеем тут всё. Мы не только мудрые, но мы ещё и умные. Умный в гору не пойдёт. Умный копьём печень получит. Так, а что здесь, кстати, за сокровище? Потерянный пепел войны. Это что? Маложающие пилюли. Можно будет как-нибудь сыграть, конечно, без вот этого пламя очисти меня от скверны. Я люблю этот скилл пламя очисти меня от скверны. Он топовый, действительно. Один из самых полезных скиллов в игре, в принципе. Пламя очисти меня от скверны. Который на английском просто называется пламя очисти меня. В русскоязычной версии это очисти меня от скверны. Дай я посмотрю, ладно? В сундуке. Спасибо, Купти-хищник. Посмотрел? Посмотрел. Чуть не погиб из-за этого. Так, здесь на самом деле у нас будет не только не Вадимка, хотя не Вадимка будет, у нас будет ещё и Некромант. О, чёрные перья хищника. Если бы мы играли через прыжки, то я бы взял. Это как раз увеличение урона с прыжков. Я думаю, что, пожалуй, здесь мы просто зайдём и убьём его. Даровченко. Как у тебя дела, дружище? Оп, раз, потерял удар. Он так-то, если вы думаете слабый, вы ошибаетесь. Вокруг него, потому что постоянно вот эта вот штука кружит. Поэтому он сильный. Он лишь кажется слабым. На деле он сильный. Главы семейства, это вот его фиговина, которой можно бить. Она не ошибка-то нужна. В этом прохождении не нужна, но когда-нибудь... Когда бы DLC-шка, ребята, это будет достаточно скоро, мы попробуем поиграть за все-все-все-все-все классы в игре. Я хочу попробовать действительно пройти игру за всё. Всё, что в игре есть, за всё и пройду. Ну а там посмотрим. Так, не Вадимка. Типичная ошибка любых невидимок. Если тебя не видно, ты думаешь, что ты невидимый. Или наоборот, но не суть. Но я не просто так выпил сейчас. Это мне было нужно. Кстати, не вижу. Видимо, где-то на земле была эта штука. Да-да-да, вот она, вот она. Не вижу. Думает, не вижу. А я вижу. Всё, убежал оттуда. Ну как убежал? Вот она, она. Прыгнула даже. Может, может победить. Если вы думаете, что у неё нет шанса, есть. Воины чёрных ножей это сильные противники. Во-первых, потому что это все они девочки. Я бы в неё, кстати, уперся и укатывался в неё именно. Забавно. Сложнее всего, наверное, за мага убивать эту фигню. Потому что сложно подобрать хорошее заклинание, которое поможет здесь. Заближника, в принципе, за любого убивается на изичах. Противник. Можно использовать факел. Я, по-моему, когда-то использовал факел. Ух ты. Какая хитрюка. Хитрюка хитрючная. Ну, в целом, а чё нам? А чё нам невидимка-то, да? Мы же самураи. Так, это есть. Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Сейчас он нам поможет разбить вот эту статую. Давай, помогай. Он же поможет. Ты не мешай ты. Маленький ещё, чтобы влезать. Ну, посмотрите, чё творит. Ну, посмотрите, что он делает. Он просто уходит. Мишут, а ты чё? Это же собака, правильно? Извини. Собака. Собака, иди сюда. Я его просто неправильно назвал. Это же мы в Элден играем. А в Элдене что ни противник, то собака. Свалил? Не свалил. Должен свалить. Сломать. Я не помню, что здесь, но какие-то ресурсы. Всё, свалил. Если честно, ребят, так нагло. Я даже за мага не играл. Чисто начали на расслабоне валить рунических медведей. Это хамство. Это такое неуважение к игре и к всему. Шестые камни. Я не помню, какие мне нужны камни, если честно. У меня катана даже для этой зоны не максимально прокачана. Так, у нас на самом деле следующая тема, друзья. Самые сложные боссы. Для меня лично самые сложные боссы в игре. Да, там если правильно выставиться. Если правильно пробафаться. Если повезёт и противник не будет уворачивать. Огромное количество если. Но можно снести за один прокаст мага. Да, это правда. Двое этих рыцарей гарнила. Это правда, что их можно за один прокаст мага убить. Но с большим количеством если. То есть ретраев потребуется большое количество. Но можно. Можно. Однако, посмотрим, как мы сейчас будем справляться. Но я хочу сразу же открыть вторую пещеру. Здесь помимо вот этих вот. Это называется как? Это называется могила героя Аурицы. Вот здесь тоже какие-то катакомбы героические. Так вот, сразу же откроем здесь вторую часть. Ой, да я тебя победил уже. Чё ты? Реванш хочешь? Реванш хочешь? Что, думаешь, раз один раз я победил, то второй раз я на тобой жарюсь теперь? Мне станет тебе жалко. Да я, знаешь, сколько твоих уже выносил вперед ногами. С чего бы мне тебя жалеть-то? Я самурай. Я слепую девочку не жалел. А тут собака какая-то. Чё? Край уже охамели. Двери мешают открыть. Так вот. Как это называется местность? Я вот зажег благодать. Эта местность называется Боковая гробница Аурицы. Давайте начнем, пожалуй, с самых, ну, лично для меня, одни из самых сложных боссов в игре. Потому что рыцари и гарнила мне не даются. Я понимаю, что есть киберкотлеты, которые на парировании. Ребят, я даже в Секиро играл без парирования. Ну, то есть парировал плюс-минус никогда. Прохождение есть на канале Секиро, можете посмотреть. Да, представьте себе, в игру про парирование я играл без парирования. Так вот, я не умею парировать. Совсем. У меня реакция стрёмная. Поэтому я играю, ну, по-своему. И здесь на парировании убиваются либо... Либо убиваются... Ну, магом за прокаст можно убить. Но в целом... Для меня это всегда были одни из самых сложных боссов. Успею? Надеюсь, что да. Вот эти штуки могут меня убить, конечно. Эти штуки шотают, поэтому, разумеется, они могут убить. Ой. Эм, извините, что? Погоди, они не шотают? Так, стоп. Это уже не смешно, ребят. Я бы сказал, что это смешно, если бы это было смешно, но... Это же не смешно. Ладно, две подряд убивают. Ну, вы видели? Меня не убило оно. Вот сюда я хотел подойти, использовать... Сейчас сделаем. Так, вот здесь нам нужно... Вот так вот сделать. Чтобы там призвалось, и мы просто снесём эти штуки. По-моему, отсюда я уже достать должен. До нужного места. Всё, 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 оно призвалось. Бам, раз. И вторая тоже. Бам, всё, разнесли, сломали. Получили кучу всего. Здесь изи элементарно вот это убирается. Это приятно, если честно. По-моему, именно здесь... Ещё. Э! Хамство. Так вот, по-моему, здесь просто так открываются ворота. Ну, то, что меня не раздавила вот эта штука, это просто гиперказуалово. Я полностью согласен. Да-да-да, дверь здесь просто откроется. Хорошо. И, ребятушки, нас впереди ожидает как раз-таки для меня, лично для меня, это один из самых сложных боссов. Для киберкотлет, которые хорошо парируют, это простой босс. Замага, это босс тоже непростой. Ну, в частности, я убивал его за мага. Но можно. Если звёзды сойдутся, то можно и шоткнуть. Это правда. Слушайте, а скелета можно? Уже не проверим. Развернемся. Сейчас мы посмотрим, как самурай справляется с этим боссом. Здесь неприятно. Здесь хорошее окно для атаки всегда. Не воспользовался просто. Ладно, терпим. Хотя, непросто, откровенно говоря. Это рыцари Гавриилы. Они, в принципе, тяжёлые. Хороший тоже удар с большим окном. Тоже хороший удар с большим окном. Вырубил. Не, ну Гаврилу вырубить, ребят, это моё уважение. Сразу выпью. Чтобы за руль не садиться. Здесь надо было дверь. Ну, вы поняли, да? Пришёл, увидел, победил. Какой там в жопу маг? Я убивал... Я не помню, как убивал здесь за мага. В итоге, по-моему, не с прок... Или с прокаста в итоге убил. То есть я пробовал там... Не азурой, там как-то растягивать их... Забейте. Берётся самурай, просто побеждается. Ждается на чиле на расслабоне. Так, здесь у нас дверь не откроется? Нет. Закрыто неким устройством. Побежали сразу. Осмотримся. О-о-о! Кажется, я помню. А знаете, что я помню? Я помню, что я не помню. Угу. Да. Я помню, что я не помню. Ладно, смотрите. Сначала мы заходим сюда. Вроде бы. Попались в первую ловушку. Здесь всё построено на ловушках. Первая ловушка есть. Следующая... Давай вот так используем. Здесь мы проходим. Проходим, проходим. Здесь будет вторая ловушка. По-моему, это... Убили. Но не насмерть. Плачу, ребят. Из-за игры за самурая я просто плачу. Меня подорвали два взрывающихся кувшина. Я такой... Ок. И пошёл дальше. Ну, если честно, мне нравится. Вот в чём соль. Мне нравится криты наносить, да? Мне нравится играть просто. Суть именно как раз в том, что все мои прохождения это я играл просто. Я играл так, как мне нравится. И за самурая, конечно же, мне тоже играть по-своему нравится. Кстати. Мне казалось, что здесь я уже попаду к переключателю. Но я к нему не попал. Почему? Почему-то... Хотя я оказался... А-а-а! Потому что надо было вот это нажать, наверное. Может быть. Сейчас посмотрим. Нравится ему. Не говори такие вещи. Ну, вообще, да. Не, ну, понимаешь, мне нравится играть просто. И вот самурай позволяет играть просто. Ну, не это же мне нужно. Я забыл. По-моему, не это. Конечно, с точки зрения того, что самураи моральные уроды, это ужасно. Тут удовольствие зеро. Кому вообще понравится играть за морального урода, правильно? Но я имею в виду по простоте, по именно концепции, что просто самурай хорош. Все, мы зашли сюда. И теперь нам нужно исправиться, молясь. или здесь нужно открыть? Куда я попаду? Я думаю, что я там уже попаду. Но это немножко не ток. Хотя... Очень простой скилл, очень примитивная. Начали на расслабоне, не заморачиваемся, не паримся, убиваем все, что движется. Все, что не движется, мы двигаем и тоже убиваем. Так что, вот в... Сама концепция. мне нравится. Хотя, конечно же, самураев мы осуждаем, самураи это моральные уроды, или это поля, или... Это понятное дело. То, что фу-фу-фу играть за самурая. Так. И здесь, по-моему, не будет ничего, да? Здесь будет сундук, но, по-моему, мне не к нему. Я использую его, но вроде бы... Или наоборот, мне к нему. Сейчас проверим. Наверх, потом вниз. Теперь... Наверх. Или нормально. Ну, здесь запамятовал, как работает эта система телепортов, но в целом порядок. То есть, удалось найти. Так, кто здесь? Кто враг? Ах ты ж, хитрая эта жопа. Даже слезу на тебя тратить не хочу. Он дуэлянт, понимаете? Я решил задуэлиться. Хотя, на самом деле, он... Вот с этими ребятами. Не помните, не знать. В этой локации просто наугад тыкать телепорты пока не повезет. Ну, в первый раз я так и проходил. Наугад тыкай телепорты. Хотя, в целом... Непростая задача. Ну, можно запутаться, заблудиться. И вот мы сейчас поблудали немножко. Так. Вот сюда еще нужно сходить. Еще интеллект. Умный. Умный. Самурай умный, конечно. Так, куда? Куда-то вот в эту пещерку бежим, да? Так, вот она пещера. Мы по ней идем. Дойдем до костра. Его мы взожжем. Как ты называешься-то? Запечатанный туннель. Вот в запечатанном туннеле у нас находится... По-моему, какая-то колокольная сфера. Чуть ли не на... 2... 3-4 камни. Вроде бы. Не здесь. Или здесь как-то. Вот, кузнечная сфера рудокопа 2, да. Хорошо. Наша задача дойти до униксового победителя. По-моему, именно такой здесь босс. Вроде бы. Если я все правильно помню. Я, знаете, что хочу сделать? Я сейчас хочу... На мужика простоять. В одном тут месте. А, стоп. Я сейчас сделаю то, что я делал, по-моему, только за мага. Потому что за мага мы изучали мир. Там ля-ля-ля-ля. Больше ни за кого мы не делали, потому что жестко. Но мы это делали за мага Не потому что за мага просто А потому что это было наше первое прохождение Мы изучали мир Сейчас нужно этих вальнуть сначала Мне камни снизу нужны Скорее всего Не помню какие там камни Позолоченная птичья лапка Не уверен что когда-нибудь понадобится Я скорее всего забуду на каком-нибудь моге применить Тут что? Мечевидный ключ возьму Пригодится Хотя мне вроде должно хватить на всю игру Но пригодится Вот я спустился Смотрите мне здесь нужно вот это Вот эту штуку просто я убивал По-моему только за мага Женщина пойдет сейчас обниматься Это опасное дело Да нормалек так убил Какие здесь камни Шестые Вот я не помню какие мне нужны для грейда Если честно Шестые или уже седьмые камни Но мы в любом случае То что собрали то собрали Правильно? Правильно Кузнечный камень Марака 5 Мараки нам тоже наверное пригодятся Все Вроде даже убил С какой стороны вот с этой Хорошо Вот ради этого я сюда и пришел Чтобы шестые камни залутать Опять таки не помню Не помню Может шестые Может уже седьмые нужны Попробуем потом поулучшаться Получится не получится Ну надо заглянуть к кузнецу Эту шашку я планирую до максимума поднять Вот это катана и лунная вуаль Вот что я хочу сделать ребят Да я специально На мужика Ну потому что я не знаю Сколько она урона наносит Теперь знаю Недостаточно Чтобы убить самурая Вот сколько она урона наносит Пятый Пятые точно уже закончились Мне нужны либо шестые Либо седьмые Вот четыре сразу А вот четыре сразу убили Во всяком случае Меня не фулового они убили Угу Не Может все таки не шотнет Но это потому что они по очереди По очереди били сейчас А так вообще шанс был Хотя если честно Исходя из урона одного По идее Не должны Ну ладно Один раз убили и ладно Попробовал Посмотрел Ониксовый здесь А я какой говорил Ониксовый или обсидиановый Не помню А без разницы Это слабый босс за всех Так Так За него даже дадут Тысяч Одиннадцать Девятнадцать Двести Это так Почти угадал Все Здесь есть второй телепорт Который позволит нам Во вторую башню Зайти Что нам конечно не нужно И вот что А великие руны Я действительно не применял Я по-моему единственный раз Когда применял великие руны Это ради теста За мага Ну во первых Чтобы посмотреть Как они работали Во вторых Для того чтобы призвать слезу Мне пришлось даже Великую руну заюзать Чтобы за мага призвать слезу Понимаете Я там пробафался Просто по самое не могу Так вот Вулканово поместье Достаточно высокоуровневая Локация если честно Поэтому в нее Чуть позже Как и Внутренние врата Солнечного замка А я убил его Не помню Так Нас тут ожидает Апостол Божественной кожи Мужчина Я хотел сказать Стоит и не рыпается Но Нет Он уже не стоит И рыпается И да еще Мне так нравятся Огненные шары Еще кинь Я поближе подошел Спасибо Спасибо Друг Спасибо А я тебе Умария Че ты там рыпаешься Друг Я же самурай Вообще легко Конечно Убивая Ну хорошо Хорошо Так Этого мы торкнули Как и всех остальных Побежим Вот тут Еще убьем Вот тут Вот есть парень Такой прикольный Можно Сделать вот так Чем он прикольный Смотрите Казалось бы Мы его убили А он не мертв И он орет Успе Не успел Ну и ладно Самое главное Что с него Слеза личинки Вот слеза личинки Нам может пригодиться Слеза личинки Это тот самый ресурс Который требуется Для респека Статов Может быть Когда-нибудь Мы респект сделаем Может быть Кладбище Кладбище Ребят Кладбище Вот есть убийца Черных ножей Это всегда Противник Непростой Убийца Черных ножей Это надо Учитывать Потому что Это убийца И это Черных ножей Это женщина Женщины Они сильные Они опасные Если бы Не был у меня Длинный Я бы до нее Не достал Вау В полете Бомба Ракетная Такого Я еще не делал Непростой Противник Как я уже говорил С нее добывается Черный нож Который мы Как раз таки Использовали За ножи Когда Не до проходил По-моему Я все таки За ножи Но По каким-то причинам Мы То ли новые игры Появились То ли еще что-то Хотя прохождение За ножи Было Неплохое Редувия В частности Вот этот Черный нож Да Мы в принципе Проходили за Редувию За такую Кровавую барышню За черноножовскую И планировал Как раз Я не помню Дошел ли я До костюма До сета Черного ножа Так Мы можем Эти катакомбы Пройти И Лансекса Наверное Убить Могила Святого героя Погнали Ну и конечно же Необходимо поблагодарить Наших дорогих Замечательных Потрясающих Великолепных Бустеров Ведь без их поддержки Ни этого ролика Ни других Что выходит сейчас На канале Не было бы А тех Кого еще нет в списке Приглашаю присоединиться По ссылке в описании Вступайте в семью Ведь семья Это главное Субтитры сделал DimaTorzok